Всем привет! Меня зовут Вадим Идиатуллин. В данном видеоролике мы будем с вами интегрировать верстку на платформу 1SBitrix. На просторах интернета я нашел лендинг, одностраничный сайт. В качестве примера я буду его интегрировать. Мы будем включаемые области здесь делать, все блоки переводить на компоненты, чтобы контентчик у нас мог редактировать любую информацию на этом одностраничном сайте. Давайте немного посмотрим какие тут блоки у нас есть. Мы видим есть фиксирующая шапка, где у нас есть логотип и меню. Меню у нас работает по якорям. Сервисы, команда, цены и так далее. Мы видим, что есть баннер с какими-то кнопками. Все это будем делать включаемыми областями при наведении, чтобы у нас все могло редактироваться. Блок сервисы с услуги. Это будет у нас через инфоблок выводиться. Далее у нас есть какая-то секция с информацией небольшой, статистика. Есть блок с перечислением функции. Это скорее всего тоже через инфоблок, потому что тут может быть разное количество функций. Наша команда. То есть тоже инфоблок команда будет. Прайсинг цены у нас тоже будет через инфоблок. Возможно, тут и три блока может быть, и два, и четыре, и пять и так далее. И будет, соответственно, меняться и цены, название услуг. Далее у нас идут отзывы и плашка с 30 дней бесплатного использования. Блок контакты с формой. Ну и, соответственно, подвал сайта, футер. Давайте приступать. Перейдем в битрикс. У меня есть тестовый домен. Уже развернутый битрикс. Переходим в администрирование. Список сайтов. Настройки. Настройки продукта. Сайты. Список сайтов. Здесь у меня уже есть сайт по умолчанию, который ссылается на папку сайта. То есть на корень домена. И здесь можно показывать шаблоны. Как я поступлю? Здесь я выберу какой-нибудь шаблон. Пускай будет то же самое. Мейн. А здесь уже можно указать папку. Что папка будет у нас называться Fusion. То есть мы задаем здесь правило, по которым у нас будет... Если мы переходим в какой-то URL, в данном случае у нас будет вот такая папка Fusion. У нас будет открываться шаблон. Применить. Вот у нас есть. Но для этого нужно сначала создать шаблон. Нажимаем добавить шаблон. ID-шник. Ну, можно назвать Fusion. Название. Однострою личный сайт. Описание не принципиально заполнять. И внешний вид шаблона. Вот эта пометка означает рабочая область. То есть все, что до него, это будет header. PHP. Подключаться. Header. А тут после него это footer. Между ним включаем область. То есть рабочая область. Это сама страница. Содержимое страницы. Стиль листа это. Стиль шаблона. Есть свои файлы у Bittrex. Стиль сайта относится ко всему сайту. А стиль шаблона это относится к текущему шаблону. Но так как у нас уже готовая верстка, есть файлы CSS.js. Мы просто их будем подключать. Нажимаем сохранить. Переходим обратно в список сайтов. Спускаемся вниз. И здесь заменяем. Одностраничный сайт. Сохранить. Переходим на сайт. У меня в структуре уже создана эта папка. Fusion. Вам нужно, если у вас нет этой папки, вы можете от корня домена перейти и создать этот данный раздел. В моем случае он уже создан. Перехожу в папку Fusion. И я вижу по этому адресу подключенный мой шаблон, где я указал хедер, текст хеер, это у нас содержимое страницы папки Fusion и футер. Давайте теперь перейдем в редактор. Папка Local. Templates. И мы как видим, что у меня уже есть созданная папка Local, есть Templates, шаблоны сайтов, и тут только Main. А данной папки я не вижу. Давайте мы ее скачаем. И на сервере тоже ее нет. Через интерфейс Bittrex, когда будете создавать шаблоны, наверняка он будет создавать в папку Bittrex. то есть Bittrex, Templates, Fusion. Вот здесь. Рекомендуется все разрабатывать именно в папке Local. То есть у нас все, все, что находится в папке Bittrex, относится к ядру самого Bittrex. И у него там свои же служебные компоненты, модули, вся админка. Отсюда можно сразу эту папку перенести в Local. Templates, Local Templates. Все, таким образом я его просто-напросто перенес. И давайте его скачаем. Открываем хедер PHP, footer.php. Мы, как видим, что прописали в самом шаблоне эти слова. И они у нас разместились по соответствующим файлам. Соответственно, хедер у нас отвечает за верхнюю часть сайта, footer за нижнюю часть сайта. И так как у нас это одностраничный сайт, то, скорее всего, большая часть у нас кода самой верстки будет именно находиться в хедере. Так, и давайте папку Fusion скачаем. Сам раздел. Переходим в индекс PHP. А здесь мы видим данный текст. Text here. Который у нас появляется между хедером и footer. и когда мы уже разобьем секции лендинга на компоненты, мы можем просто их здесь разместить, что относится именно к данной странице. Давайте перейдем на лендинг. То есть, мы в хедер поместим именно верхнюю часть сайта, включая баннер. и уже вот эти блоки начинаются от наших услуг. Далее вот эта секция, секция с функциями, команда, цены, отзывы, пробная версия, блок контактов. И в footer будет размещаться у нас уже сам подвал сайта. То есть, у нас, в принципе, это одностраничный сайт, и здесь нету никакого как бы строгого правила, где размещать именно секции. Но когда многостраничный сайт, то это все размещается в индекс.php. Все, что нужно показать на конкретной странице, мы именно в индекс.php соответствующей директории сайта там размещаем эти компоненты. Давайте посмотрим саму верстку. У нас есть индекс.html, который я открыл, и есть папка assets. Давайте откроем исходный код. вот они все секции у нас тут есть секция раз секция два ну и так далее. По идее мы можем все это скопировать все это скопировать и уже переместить наш шаблон. Индекс.php пока закроем и в хедере мы разместим всю эту html структуру. Ну и футер даже можно пока пустым оставить. Давайте мы все сохраним. перейдем на сайт обновимся все у нас html структура уже вся здесь присутствует то есть у нас именно в хедере остается нам писать php код то есть все функции битрикса какие файлы нужно подключать само ядро админку и так далее то есть мы поместили уже html страницу html код страницы так в качестве примера давайте уже возьмем шаблон вот у меня есть main header php открываем и идем по порядку вот эта данная строчка где проверяется на константу bprolog included он нужен для в принципе такой некой защиты битрикса то есть предотвратить подключать файл как бы чтобы не подключали файл напрямую без ядра битрикса то есть это некая такая идет проверка вот далее доктайп у нас также остается есть такие еще у нас html посмотрим тут у нас подключена версия сайта если мы именно вызовем константу лендинг ленгу иди это у нас именно в настройке сайта идет подключение версии языка давайте мы это все скопируем и вот здесь уже заменим то есть у нас подключится то есть здесь отобразится та версия в которой мы выставим настройки сайта в админке давайте перейдем посмотрим настройки список сайтов с1 вот язык сайта региональные настройки здесь два варианта yen и ru то есть исходя что я тут выберу у меня в html там в атрибуте алленк уже появится соответствующее значение либо ru либо yen я думаю смысл поняли далее мы должны подключить уже сами файлы файлы подключаются следующим образом именно через битриксовый класс метод addstring есть это для подключения каких-то линков например фавиконки это метод данные и так далее есть addcss куда мы указываем путь к css файлу есть addjs где указываем js файл путь для чего это все нужно все просто у нас если мы подключим просто html теги как то есть верстки у нас указано то есть у нас где-то внизу скрипты вот они скрипты внизу есть если мы их так оставим то когда мы будем уже подключать какие-то другие компоненты еще какие-то скрипты то у нас будет прыгать по приоритетности может возникнуть какой-то конфликт вот а также есть вот такие полезные функции у битрикса давайте перейдем настройки в админке настройки настройки модулей главный модуль вкладка настройки спускаемся вниз оптимизация css объединять css файлы объединять js файлы подключать минифицированные версии css js файлов и поместить весь javascript в конец страницы то есть у нас есть такой некий блок где мы можем управлять подключенными файлами вот в принципе для этого и нужно подключать именно файлы через ядро битрикса чтобы уже здесь ими управлять для начала давайте так мы подключим классы нам нужен assets нам нужен asset есть application showhead для чего он нужен здесь подключается уже служебные стили и скрипты самого битрикса где он отрисовывает панельку битрикса сверху всю визуализацию компонентов то есть в основном служебные файлы и находятся подключается метод теги подключается стили если мы используем template style вот здесь есть template style css еще и style css они тоже подключаются и все это находится в методе showhead можно посмотреть содержимое метода то есть как мы видим у меня в php шторме загружено ядро битрикса все методы его и мне удобно так посмотреть содержимое мы здесь видим что есть charset кодировка есть robots есть keywords description канон канонические сети ссылки show css show headstrings и head scripts то есть это уже подключение служебных скриптов и стилей show css давайте для примера мы возьмем один экземпляр сюда поставим и для джесса поставим сюда и нам остается просто сейчас переписать и прописать в той же последовательности как и указано верстки у нас есть константа сайт темплейт пав он отвечает за у него в нем содержится путь до текущего шаблона сайта нашем случае это папка local темплейт фьюжан указываем путь то есть идет константа затем путь и таким методом подключаем другие готовы css мы подключили здесь мы удаляем далее у нас остается скрипты спускаемся вниз отсюда удаляем скрипты переносим сюда и также подключаем их уже метод отвечает метод и джесс все скрипты у нас подключены идем далее то есть чарсет нам уже не нужен здесь убираем потому что он хранится он у нас уже есть из метода шоу хэйт будет подключаться а view порта там скорее всего нету еще раз посмотрим убедимся да его нет тут вот пользуемся методом addstring у нас уже есть вот здесь заготовочка здесь можно писать комментарий мета ну и сверяем то есть контент берем тот который у нас в верстке указан все здесь мы удаляем едем дальше что подставляется у нас в тайтале ну соответственно у нас это берется из метода который будет выводить текущие тайтал страницы если мы перейдем в папку fusion index.php а здесь у нас есть set title то есть который мы здесь прописываем соответствующий тайтал он передается уже в главное ядро то есть через set title метод отрабатывает а уже где нужно вывести мы используем метод show title ну и подключим панельку битрикса у нас отвечает уже это метод show панель по идее у нас сейчас уже должны подключиться уже стили скрипты но я забыл папку assets перекинуть так что в шаблон fusion мы перекидываем всю папку assets где хранятся но там хранится еще не только css и gs так почему на меня не перекинул так есть смотрим содержимое папки так css здесь у нас есть css хорошо шрифты image пока оставляем мы от нее избавимся от лишнего если но когда уже на компоненты будем размещать эти фотографии то есть самые верстки они просто здесь как хранят ну хранится будут просто так а gs папка все скрипты у нас подключены php так здесь у нас размещается здесь у нас обработка формы у нас будет свой файл php так что нам это папка не нужна так css тут у нас подключены подключен при процессор но не вижу смысл его подключать тем более здесь его закинули как просто исходники вот если нужно будет верстальщику здесь галп подключить и сделать свой сборщик ну в общем это сделан эти исходники просто нужны для подредактирования повёрстки самого лэндинга для удобства чтобы уже верстальщик другой мог взять эту папку и через свой сборщик галп уже подключить эти стили и дальше ими пользоваться ну и компилировать все в папку css где минифицированные файлы уже есть здесь есть вот так что в нашем случае она уже не нужна мы удаляем мы подключаем только css файлы так нажимаем сохранить у нас на сервер отправляется файлы дожидаемся давайте проверим переходим на сайт обновляем так и мы видим что у нас появилась панелька битрикса отлично css к подключилась gsk отрабатывает давайте перейдем в консоль так и да здесь увидим много 404 ошибок о том что у нас фотографии не подключены можно по-быстрому пробежаться и подключить эти все изображения ну можно сделать автозамены давайте я выделю вот так ctrl-r нажимаю то есть выбираю ctrl-r так найти вот это и добавить туда константу сайт темплейт пав слэш давайте заменим посмотрим так где она у нас вот crc сайт темплейт пав слышь ассет ну все replace all так здесь у меня два раза выполнился так удаляем так везде заменился отлично давайте сохраняем а здесь у нас логотип так что индекс html нам не нужен мы здесь ссылку поставим на главную страницу а точнее на нашу папку фьюжн сохранить обновляемся так не везде фотографии подтянулись смотрим в другом месте а у нас есть еще с crc давайте вот так пробежимся заменим а и а и 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 от битрикса я не находится все вверху так ну по поводу оптимизации и скорости сайта мы займемся в пасных в последнюю очередь так а давайте-ка подправим вот эту штуку то что у нас фиксированная шапка фиксированная шапку нас залезает панелька битриксовая и это проблема из-за за индекса так нав за индекс 1030 я не за не понимаете их извращение сав кто так ставят за индексы зачем ставить больше больше 999 смысла нет оставить так ищем этот файл смотрим путь а путь он у нас смотрите как закинул битрикс кэш css s1 fusion template то есть мы подключили css файл через ядро битрикса она закешировалась и отдалось нам уже виде закешированного css файла а чтобы его найти фиксит топ давайте воспользуюсь я нажимаю на папку assets control shift f и ищу по содержимому так вот и не я нашел так фиксит топ давайте вот он файл фиксит топ за индекс 1030 поставим 900 сохранить переходим обновляемся отлично у нас теперь панелька поверх шапки но это для того чтобы нам было удобно пользоваться битриксовые панели теперь мы в принципе можем приступать к блокам то есть делайте включаемые областям сделать компоненты создавать инфоблоки давайте начнем сверху так у нас есть логотип для этого так переходим обратно в редактор открываем header идем самый наверх так это мы скроем пока есть у нас вот такой логотип посмотрим какой здесь содержимое есть у нас тут ссылка и и опять же я не понимаю зачем оставить ссылку на одностраничном сайте то есть ссылка сама на себя то есть не вижу смысла вообще давайте от мы от нее это избавимся в плане seo это немножко даже и неправильно давайте обновимся посмотрим что у нас ну да слетели стиле какой там был класс давайте его заменим на див когда интегрируете шаблоны вы как бы кончик должны эти вещи соблюдать в основном как бы бы кончики вот в принципе как я делаю когда интегрирую верстку я внутреннюю seo проверяю на ошибки и так далее то есть первое меня смутило это то что ссылка есть на логотип на одностраничном сайте как бы но зачем смысл не понимаю у нас и здесь есть якорь home если нужно будет переключаться по якорям вот а ссылка не нужна на логотип когда многостраничный сайт до ссылка нужна это ее надо на главной странице и отключать а на других страницах и включать потому что ссылка сама на себя на эту же страницу не должна быть вообще то есть это поисковая система не любит а у нас вот есть и путь к изображению и мы это будем делать через за include файл обращаемся к application файл так include файл какие у него есть входные параметры так тут у него идет первый параметр это путь к файлу затем у него идет так второй параметр я не использую сейчас мы разберем каждый так и третий параметр у него отвечает за режим редактирование то есть у него есть мод поставим текст и заголовок name тут я подпишу логотип логотип так включаемые области они по идее должны где-то храня но хранится вот сами значения то есть сам какой-то само какое-то содержимое текст картинка какой-то html код еще что-то для этого нам нужно выделить где будут храниться эти файлы отвечающие за конкретные содержимое и давайте мы в папке assets шаблоне сайта создадим директорию напишем назовем и include include и на секции еще разобьем то есть но древовидно структуру создадим то что все что относится к хедеру назовем хедер и здесь мы уже создадим файл назовем logo.php а в этом файле у нас будет сама фотография то есть сам так им имидж и тут уже пропишем то есть нам нужно константа сайт template path далее у нас путь include include header logo.php так какие данные у нас какие параметры он принимает есть путь вот то есть до всего три параметра путь какие-то параметры и параметры функции как бы вывода мы можем обратиться в документацию там более подробно уже почитать так это форум где у нас документация так вот она документация находим sim и так sim и главное ядро include файл пожалуйста мета является основной для приключения каких-либо файлов теле страниц прологи в эпилоге так далее визуальное содержимое подключаем файл предоставляете себя включаем области то есть первый у нас мы определили что путь это у нас такой-то где хранится параметры то есть какие-то могут быть параметры я пока здесь не использую они мне не нужны так ну и третий параметр вот используя name то есть текст всплывающий подсказки на иконке редактирования и мод режим редактирования какие есть режимы есть тексты чтим или печки то есть мы предоставляем возможность редактировать что-то в режиме html а что-то где-то просто как текст не без не допускаем тому чтобы там у нас появился визуальный редактор так переходим обратно то есть у нас уже есть путь мы прописали include header logo php все сохраняем и возвращаемся на сайт обновляемся так и скорее всего у нас что-то может быть не выгрузилась папка давайте мы загрузим обновимся так логотипа нет может быть путь неправильно указали так сайт template path include папка include header logo php округа печки у нас есть html так смотрим где то есть ошибка ну да я не посмотрел в какой папке создавал него закинула sets так нужен в fusion шаблон сайта так на сервере мы тоже самое так удалим и заново закачаем так готова нашему случае вот появился логотип так мы наводимся из-за того что фиксированная шапка у нас у нас можно сказать плывет верстка битрикса а именно эти кнопки управления хотя можно двойной щелчок и редактирует этот файл в общем в этот блок у нас битрикс добавляет свой html сюда же загружает скрипты при котором у нас открывается окно и мы можем редактировать этот файл идем далее логотип у нас подключен так теперь давайте меню для того чтобы нам получить код вызова компонента мы можем отредактировать текущую страницу вот здесь справа открыть контент можно вообще в поиске написать меню навигация меню перетаскиваем визуальный редактор то есть здесь мы выбираем именно визуальный режим иначе блок он не перетянется если в исходном коде если мы в исходном коде находимся то сюда блоки не будут перетягиваться нужно выбирать именно визуальный режим тогда вот у нас переходит а вот такой блочок мы кликаем на него два раза нас открывается параметры этого компонента здесь мы что будем выбирать это шаблон это все дефолтные шаблоны которые битрикс и есть по умолчанию тип 1 для первого уровня выбираем главное меню сейчас мы чуть позже разберемся кэширование мы отключаем уровень вложности у нас один то есть один уровень меню и этот тип для основных для остальных уровней можно представлять уже разные другие типы но так как у нас первый уровень это уже смысла не имеет а подключать файлы с именами видового типа минимуме меню экст файл это дополнительный файл будет подключаться то есть мы создаем файл с таким-то названием и таким образом в этом файле мы можем подключить например какой-то другой компонент выводить разделы инфоблока элементы инфоблока и различные данные из любого места так ну в принципе здесь все нажимаем сохранить нажимаем сохранить так и спускаемся вниз и мы здесь видим появился наш компонент есть какая-то дефолтная дефолтный шаблон при наведении мы нажимаем редактировать меню и мы тут видим где хранятся данные то есть мы переходим в редактор папку fusion и в корне сайта у нас сейчас там выводится два пункта это главное и профиль для этого создается файл в том уровне раздела где это нужно вводить то есть топ меню left топ меню печки открываем вот у нас есть массив из-за двух записей это главная страница и профиль чтобы нам вывести уровень именно в этой папке мы соответственно должны его создать или все это делается проще через админку мы переходим в контент файлы и папки папка fusion нажимаем кнопку добавить и выбираем тут добавить меню выбираем тип меню что это будет главное и здесь мы должны прописать все что у нас есть как ну принципе как поверстки а ссылки мы будем указывать хэштеги хэштег такой то то есть именно айдишники секции так как давайте пропишем нас есть холм сервисы здесь мы можем регулировать сортировкой что будет первое что вторым и так далее все мы нажимаем сохранить у нас появился здесь файл в папке фьюжен меню типа топ здесь он вводится немножко по-другому то есть как файл . там меню топ можно его редактировать как php то есть впечь пиво режиме нас тут будет массив если мы будем редактировать его как меню то уже будет вот в таком вот виде далее мы переходим на сайт и должны увидеть соответствующее значение соответствующие наши вот ссылки так отлично чтобы сделать шаблон вот таким то есть как у нас по мы должны сначала скопировать текущий шаблон то есть давайте выберем дефолтный шаблон здесь нажимаем рядом со шестеренкой выбираем пункт меню битрикса копирует шаблон называем шаблон пускай будет main по умолчанию так здесь копируете шаблон сайта именно какой то есть я выбираю что шаблон то есть текущий фьюжен одностраничный сайт применить новый шаблон компонента до применить перейти к редактированию ну можно не переходить убрать галочку все у нас есть скопированный шаблон у нас пункты уже готовы теперь мы должны перенести код вызова компонента то есть мы переходим редактирование страницы исходный код нам нужен вот этот код мы отсюда его берем так копируем и переходим в редактор и так здесь мы ищем наше меню и смотрим с какого тега мы начнем переносить внутрь компонента сам шаблон давайте посмотрим давайте можно смаркированного то есть у l отсюда начать или скорее всего давайте лучше от полностью брать то есть вот этот див он как бы относится к этому шаблону мы этот шаблон копируем тут мы вставили уже готовый код где выбран шаблон сам компонент так теперь где наш шаблон мы заходим папку local на стороне сервера templates fusion обновляемся и у нас папка появляются компоненты открываем компоненты компоненты битрикса меню мы можем качать сервера эту папку все открываем fusion компонент битрикс меню main так и тут у нас есть какие-то фотографии то есть нам папка images не нужно стиле файл тоже не нужен у нас уже подключен нам нужен template настроение сервера тоже мы папки удалим с файлами также у нас проверка бипра бипра пролог и include то есть ну это во всех файлах битриксовых идет проверка на подключение самого ядра является ну как бы без подключение ядра мы не используем вообще файл то есть у нас выкинет да и далее здесь что у нас происходит у нас здесь происходит проверка все все содержимое лежит в резалт давайте куда-нибудь ставим наш шаблон пока что давайте сюда вниз и давайте мы посмотрим про дампин наша а резалт так у меня тут композер подключен мне есть так кинт дамп так все мы сохраняем обновляем страницу так отлично есть массива резалт и что у нас там хранится он выводит у нас есть у него текст линк selected перемещен справа и дешево линз а это многое многие другие параметры сам контент то есть вот мы видим теперь есть представление у вас наверно что там хранится проверяется если вы если он не пустой так у нас подключается сам шаблон как отлично далее for each перебирается массив и проверяется если у нас максимально леву равняется 1 и о df level больше 1 то продолжение продолжаем здесь selected если у нас выбранный пункт то есть здесь используется так как подсветить например нужно подсветить ссылку что мы на ней находимся вот нам в принципе здесь такое не нужно потому что у нас джаваскриптом там уже якоря именно подсвечивается в тот момент когда мы до него доскройли это больше всего подходит когда ссылки идут когда многостраничный сайт давайте сейчас сначала мы шаблоны кидаем нам нужен for each берем отсюда его вставляем сюда так закрываем and for each так control alt l немножко в порядок приведем код вот по структуре он нам подправил так здесь мы соответственно our item у нас чего нет у нас и нету ссылки то есть мы берем из алинка вставляем сюда и текст ну то есть вот у нас в массиве есть текст home link hero и то есть мы отсюда подставляем так другие али нам не нужны так и у нас остается актив там у нас был вариант то что у первой ли проставлен был актив вот так этот мы комментируем давайте проверим вообще что у нас получилось так у нас два раза вводится а почему вниз не сохранился так в хэдере у нас а ну да у нас хэдере мы отсюда его не удалили так все сохранить обновляемся так мы до видим что везде идет актив так и вопрос он остается том чтобы у нас актив был только ну а одного ли но самый простой способ это можно через сделать инкремент то есть мы сделаем так i плюс плюс так и вот здесь поставить условия если у нас i переменная i там равняется единице давайте начнем не с нуля с единиц если равняется единице то мы пока подставляем сюда класс актив вот ну и дальше инкремент то есть следующая итерация 2 3 4 и так далее в зависимости сколько у нас пунктов меню прокручиваем и видим то есть до команды пролистали team pricing так далее все у нас готово меню также при наведении мы можем спокойно редактировать пункты меню наводимся можно два раза кликнуть это из-за того что зафиксировано ну такова верстка что не выводится корректно битриксовая подсказка так ну и тут мы вот спокойно редактируем название и ссылки без проблем таким образом мы уже интегрировали полностью верхнюю часть так остается у нас баннер остается баннер здесь мы смотрим на содержимое то что у нас на html тег вообще посмотрим так почему-то здесь h2 это очень странно почему здесь h2 хотя это является как бы главным заголовком и он должен быть h1 но по верстке почему-то h2 опять же косяк со стороны верстки так здесь у нас параграф то есть есть какое-то название есть какой-то параграф есть две две кнопки скачать и куда-то ссылка ведет ну и мы можем это все перекинуть так нам здесь уже не нужен шаблон здесь закомментированный сохраняем закрываем так индексная не нужна это нам не нужно футер пока не нужен остается хедер так давайте приступим у нас логотип есть так хорошо здесь у нас меню так на бортугол переключение меню во все давайте проверим мобильную верстку там есть html тег который показывает походу бутерброд бургер так сказать обновимся так а где у нас панель битрикс развернуть режим правки выключаем да или же из-за режима правок может быть где-то что-то поплывет это нужно знать а то иногда будет такое что типа а почему верстка поплыла там давайте дергать верстальщика смотреть оказалось все просто режим правки был включен и нужно не забывать то что битрикс данная область обрабатывает и добавляет свои дивы с идентификатором и получается уже структура html немножко другая и у нас сейчас кнопка была вот здесь а хотя должна быть здесь об этом тоже не забываем так у нас есть бургер который просто раскрывает и сворачивает меню и как мы можем понять то что вот куда это будет относиться если это относится к меню то без проблем мы ее должны перенести шаблон компонента то есть не должно быть такого что все что относится к какому-то компоненту если это все что относится к меню мы должны в компоненте меню все отображать они частями где-то часть здесь и потом компонент то есть не должно быть такого так так меню у нас есть все готово сворачиваем пока идем дальше ну то что здесь h2 должен быть h1 вы уже поняли то что если такое заметите то сразу верстальщику говорите что так неправильно давай делай h1 если я сейчас поменяю на h1 скорее всего может и верстка поплыть а может быть и нет но это нужно все равно проверять а вдруг и не поплывет и если верстальщик не обращаются именно к тегам h2 . там head title давайте проверим обновимся ну хотя да верстка не поплыла и h1 у нас то есть неважно h2 мы прописали h1 то есть верстка не поплыла если увидели такую ошибку сразу подправлять а если вы поменяли там h2 h1 и пешка поплыла то есть сразу можно верстальщику попросить чтобы это исправил так ну здесь в принципе никакой компоненты не нужен и не это не в инфоблок заносить в инфоблок нужно заносить те элементы которые многочислено повторяется например здесь несколько блоков сразу нужно задумываться этот блок наши наши услуги да то понятное дело услуги могут быть по количеству разные то есть по макету их 6 по факту заказчик скажет что их будет пока 4 потом будет 5 потом может быть 6 и так далее то есть непонятно сколько конкретно будет из-за этого нужно будет и их выносить в инфоблок чтобы они через for each перебирались из баз данных брались записи и не делать это включаемые областями то есть мы включаемые областями делаем то те блоки которые в принципе будет мало когда изменяться и не будет зависимости блоков добавляться тут у нас соответственно заголовок тут у нас описание две кнопки то есть скорее всего что здесь как бы особо-то меняться и не будет очень редко будет что-то меняться но редактировать возможность мы должны предоставить то есть мы берем образец include файл переходим сюда и мы прям именно внутри h1 вот это содержимое мы должны перенести уже сам файл ну давайте напишем что h1 пускай так и будет называться давайте создадим этот файл include header logo h1 . и сюда подставляем текст тут напишем заголовок h1 сохраняем обновляемся режим правки наводимся то есть пожалуйста у нас выводится содержимое файла где можно будет также его отредактировать идем дальше есть параграф с каким-то текстом тоже мы этот текст берем копируем продублируем вызов так здесь напишем пускай будет description описание файл description php готово ну и так же кнопки можно создать download php link php туда туда ссылку поставить перекинуть здесь здесь download link ну например так редактирует там кнопка скачивания а здесь можно писать ссылка ну тут разумные такие осмысленные названия блоков что она что она делает вообще ну здесь написано видео поп-ап может быть еще почему-то ну данной верстки почему-то поп-ап окна нету хотя может быть и есть надо проверить так прайсы так footer контент но нету но нет так нету так наша задача просто уже это все интегрировать и дать возможность редактировать а дальше там уже что будет то будет так все ну здесь все просто проверяем все редактируется видим что кнопки у нас уехали это все логично потому что у нас эти кнопки обернулись в дивы а если у родительского класса посмотреть то там что у нас так 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 далее они просто эти ссылки были как инлайновые друг за другом шли а сейчас подставились дивы битрикс битрикс добавил дивы и соответственно блочные элементы друг за другом идут но опять же режим правки мы вырубаем и увидим то что у нас по верстке все хорошо все так же у нас все выводится редактируется и так далее так по поводу фотографии справа ну в принципе можно предоставить на редактирование только у нас не редактирует редактироваться не будет вот эта полоска потому что она уже идет как бэкграунд и задана она в CSS то есть мы уже никак не можем повлиять то что было прописано в CSS вот но мы можем повлиять на изменение вот этого и ну этой фотографии вряд ли будет эта полоска меняться но могут попросить там перерисовать вот этот эту фотографию может что-то подправить и так далее потом контентщика просят его ставить загрузить битрикс и поменять ссылку на новое изображение но фото пускай будет имидж 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 php ссылку копируем картинка суда готово обновляемся все у нас то есть редактируется и тут соответственно прописываю тоже пути альты вот но сеошники обязательно там могут сами зайти в админке в админку и вообще как сеошники они разбираются в html структуре то есть они могут даже сами не просить разработчиков сами зашли на сайт битрикс там если они но хотя бы знаю там у нас на уровне редактирования контентщика то они без проблем наведутся так редактировать так увидели имидж фотографию здесь crc alt все прописали и валя все готово так едем дальше и уже доходим до блока наши услуги а здесь мы будем уже готовить сначала инфоблог разберем html тут откуда будет иконки возможно иконки будут подбираться где-то как сделать так чтобы здесь что используется здесь используется да здесь шрифтовые иконки и скорее всего это какой-то какой-то как он называется l не как давайте прогуглим line icons все понятно иконки иконки ну да в принципе нужно сделать возможность чтобы они могли перейти на этот сервис и выбрать любую иконку там нажали скопировали скопировали скопируйте свечи вот скорее всего мы будем прописывать вот это просите чтобы ввели именно вот этот код прям в админке будут прям копировать и вставлять так по поводу инфоблока так нужно перейти в контент инфоблоки давайте сначала заведем новый тип инфоблока назовем его лендинг идентификатор обязательно в латинице так и а здесь уже так у нас назывался одностраничный сайт давай так и напишем ну этого будет достаточно так дополнительно здесь тоже пока ничего не интересует нам это не нужно так открываем тип инфоблока заходим сюда добавить инфоблок какие тут главные у нас поля значениях где хранится в отдельной таблице в общей таблице свойств нам не обязательно это пока активность да символьный код не обязательно для api не нужно рэс не надо так привязка к сайту это обязательно то есть мы используем сайт с 1 название давайте будем писать названия такие как блоки то есть мы сюда будем выводить название инфоблока так сортировка опять же сортировка это для для админки так юр адреса нам не нужны то есть у нас не ссылаются никуда канонически нет индексировать для поиска разделы и элементы ну разделов у нас не будет а вот элементы пускай ну индексирует вообще это штука для поискового модуля битрикса если мы будем выводить компонент поиска на сайте если будем вбивать фразы какие-то из записи инфоблока то он будет его выдавать если не нужно чтобы нас поиск на сайте не искал информацию вот в данном инфоблоке то эти кнопочки галочки мы снимаем а у нас как бы поиска нету то есть нам без нет разницы что поставим что выключим так здесь пока вроде все идем дальше seo seo информация здесь шаблоны задаются все это нам тоже не интересует это более больше для сеошных таких вещей и если сеошник нам подскажет что что нам нужно создать такие такие то шаблоны мы создадим но опять же мы для лендинга тут не имеет смысла тут если инфоблок будет являться там новостями статьями товары где есть детальная страница а сейчас нам на это не нужно так поля что мы можем тут указать мы можем здесь по умолчанию что-то выбрать например начало активности можно поставить текущие даты и время то есть поле начала активности будет подставляться по умолчанию вот это значение окончание активности нам не надо сортировка обязательно это вот обязательный можно выбрать а есть здесь значение по умолчанию так по поводу смотрим здесь фотографии есть нету то есть никакие мы обработки тут не выставляем там уменьшать если большая фотка еще что-то мы это не будем здесь делать вот симольный код тоже не интересует нас никаких ссылок ничего не будет так по поводу свойств да будет название описание и иконка а вот иконку я сделаю через свойства так и напишем иконка будет строковое значение активный до множественно нет обязательный ну можно поставить можно нет нет смысла пишем здесь айконс симольный код в битриксе принято писать симольные коды в верхнем регистре то есть редко где такое увидишь но кто-то пишет где кто-то нет то есть верхнем регистре это все задается а далее у нас есть дополнительные настройки этого свойства в поле изменить нажимаем три точки видим те же самые поля но здесь есть дополнительные ну например так значение свойств участвовать в поиске не надо так поиск у нас нету количество полей для ввода множественных так не надо вот подсказка вот кстати насчет подсказки я бы тут добавил ну например скопировал бы ссылку и здесь написал бы что выбор иконок и ссылка там на сайте показывать на странице редактирование элемента до показывать так все сохранить так поля разделов нет торговый каталог нет доступ доступ тут только можно выбрать чтение для всех пользователей когда мы через компонент будем выводить указывать на инфоблок то если здесь будет нет доступа то у нас сайте не будет выводиться записи так ну и подписи можно слова например заменить они элементы например услуги вот здесь будет услуга добавить услугу изменить услугу удалить услугу но раздела не будет у нас журнал событий не надо так и в инфоблоке режим просмотра разделов и элементов я сделаю совместный так все нажимаем сохранить так видеть земельный код так стоп у меня ничего не а у меня тут из прошлого видеоролика писал обработчики событий по битве по инфоблоку осталось так ладно сервисы обычно это свойство не обязательно она бы черным подсвечивалась но я прошлом видеоролике разбирал события работы с инфоблоками и сделал так чтобы символьный код был обязательным так ну у меня код остался надо его будет закомментировать убрать все у нас есть инфоблок теперь чтобы добавлять нам записи мы смотрим сюда контент тут главное не запутаться если видите вот такую иконку и здесь шестеренка это означает то что здесь находится экспорт импорт данных инфоблока и настройки самого инфоблок где создаются и настраиваются инфоблоки а где записи заводить в инфоблоках они выше то есть они без шестеренки указывается сначала типы инфоблоков когда мы разворачиваем синенькую такую иконку видим это ужас сам инфоблок на него мы нажимаем здесь мы видим то есть у нас не добавить элемент а добавить услугу то есть мы подписи уже сделали более понятным стандартный вид то есть состоит из складки как бы элемент как в нашем случае это услуга анонс подробно SEO разделы какие поля у нас есть по умолчанию то есть мы видим что по умолчанию у нас начало активности подставилось то что настройках инфоблока подставили мы так ну название давайте сразу название какое-нибудь введем так так и получается описание куда мы можем ну давайте в описании для анонса мы сделаем так и иконку а иконку мы можем так давайте инспектор кода и отсюда мы скопируем ну сделаем так чтобы они брали из того сервиса вот здесь вопросик знак это наша подсказка выбор иконок на сайте таком-то то есть они переходят по этой ссылке и подбирает себе иконку копирует этот код возвращается в битрикс вставляет эту иконку и у нас в шаблоне отображается может можно сделать и по-другому но более быстрый простой вариант именно так так и тут в принципе у нас есть лишние такие поля которые можно в принципе скрыть это картинка для анонса подробное описание там детальная картинка давайте сначала так применим сохраним так когда создана когда и кем изменена здесь мы справа нажимаем шестеренку и настраиваем эту страницу для редактирования левая колонка доступные вкладки доступные поля то есть мы нажимаем на них видим то что здесь нету они все были выбраны а вот справа колонка это то что у нас сейчас есть и здесь мы кликаем видим вкладки что анонс внутри находятся вот эти поля картинка для анонса описание для анонса подробно у нас такое-то силу такое-то раздел такое-то по идее мы можем удалить разделы seo подробно анонс но из анонса нам нужно сюда мы нажимаем описание перекинуть сюда и не описание описание анонса можно изменить просто написать описание вот и эта галочка отвечает установить данные настройки по умолчанию для всех пользователей ну например если есть несколько пользователей и вы задаете какой-то свой шаблон редактирования то можно применить для всех и у этого инфоблока будет отображен вот такой-то вид сейчас мы сохраним у нас останется только неубираемая вкладка это реклама мы игнорируем она нам не нужна и у нас будет всего лишь одна вкладка где поля название иконка и описание то есть вкладки лишние мы скрыли чтобы контентчиков это не путало так инфоблок с инфоблоком у нас все что по поводу вывода на сайт давайте перейдем опять же как меню мы редактировали нажимаем изменить страницу выбираем здесь визуальный режим идем в контент статьи и есть такой много используемый можно так сказать компонент которые часто используют это список новостей он более простой такой компонент когда нужно что-то вывести из инфоблока нажимаем два раза и давайте пробежимся по параметрам шаблон компонента опять же мы используем дефолтный чтобы скопировать его и на основе него сделать интегрировать свой шаблон далее тип информационного блока так мы создали одностраничный сайт далее код информационного блока сервисы отлично количество новостей на странице ну то есть записи ну давайте сделаем у нас по шаблону там 6 штук давайте не больше тогда 9 что ли потому что больше выводить ну там смысла нет можно и указать как бы больше опять же на ваше смотрение может быть там будет услуги ну переделается версткой будет слайдером на можно чуть больше сделать то есть это количество ограниченное количество новостей на странице и она влияет на сортировку ой точнее на погенацию сейчас мы здесь пустимся вот настройка по странице навигации если мы поставили тут 9 а будет например 18 то у нас появляется подстраничная навигация страница 1 2 3 и так далее то есть здесь мы показываем именно сколько на странице будет то есть мы не ограничиваем а то есть показываем сколько на странице будет так по поводу сортировки тут есть первый и второй если первый не сработал то будет второй отрабатывать ну давайте сделаем часто я ставлю именно сортировку по возрастанию сейчас объясню почему так первое и второе далее фильтр не интересует поля не интересует так свойства ставим иконку чтобы выводилась в шаблоне показывать только активный момент элемент да URL не интересует AJAX не интересует кэширование авто стоит кэшировать при установке фильтра нас нету фильтра тогда это формат дата не интересует так и вот момент вот эти главные моменты устанавливать заголовок странице его нужно убирать потом нужно устанавливать заголовок окна браузера тоже мы убираем устанавливать ключевые слова все эти мы убираем это как бы более относится к сеошным таким вещам инфоблок цепочка навигации это нас bright chrome сверху который появляется на какой мы странице находимся у нас ее нету вот так что можно оставить можно скрыть показывать нет 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 тут неважно неважно шаблон подстраничной навигации нам не нужен вводить под списком не надо то есть почему я это большинство пропуская у нас но у нас не будет этих условий типа если там к параметре компонента был выбран выбрана галочка вот такая то мы что-то показываем что-то скрываем и так далее мы когда перейдем в сам шаблон лист новостей мы там уже рассмотрим детально за что отвечают эти галочки у нас будет совсем прям простой шаблон так что нас вообще здесь практически большинство параметров не интересует то есть это все дефолтные шаблоны дефолтные эти параметры вот ну 404 страница это вообще зависит от если есть ссылка а у нас ссылок нету так что половина все игнори все мы сохранили параметры давайте нажмем сохранить прокручиваем вниз ищем да вот он появился давайте скопируем шаблон копируем шаблон текущий шаблон фьюжен ну и назовем его сервис с применить новый шаблон компонента да применить редактировать не переходим так все готово нажимаем редактировать страницу переходим в режим редактора редактирование кода здесь мы забираем код вызова компонента переходим в шаблон так и ищем где у нас слоги так эту секцию мы скроем уже не нужно нам так вот она секция services и значит мы весь это html поместим наш компонент шаблон компонента сначала вставляем наш компонент так сохраняем и давайте посмотрим содержимое компонента папки компонент питрикс появился news лист шаблон services нажмем темплейт так css нам не нужен так отлично так ну так же у нас пролог проверяя проверка идет дальше это у нас штука для редактора сайт фрейм отвечает за композитный кэш по умолчанию во всех компаниях в компонентах подключена композитный кэш так и вот он у нас шаблон который выводят именно записи и тут проверка арпарам с дисплей топ педжер то есть если у нас в параметре там вы был выбран тип показывать постраничной навигации сверху то мы его показываем тут опять же мы его полностью убираем у нас постраничной навигации нету такой же код мы можем увидеть снизу а дисплей батам пейджер если галочку поставили там показывать погенацию снизу то показывается здесь в принципе вот эти галочки они вот так тут и обрабатываются вар парамсе у нас есть какие-то выставленные галочки и исходя от того что было выбрано мы в коде вот обращаемся проверяем и что-то выводим так здесь у нас нам нужно скопировать шаблон секции услуг давайте мы его копируем давайте видим в конце вставим так у нас есть повторяющиеся элементы так мы все убираем кроме 1 вот он сервисы спай там так и погнали что у нас здесь интересует мы скопируем это и подставим мы же сюда and for each ну все просто у нас есть result в котором хранится настройки точнее поля из инфоблока а в ключе items у нас записи инфоблоков и мы тут перебираем каждую запись вот и выводим соответствующее соответствие из ключей соответствующие данные например чтобы ввести название элемента это ключ у нас name ссылка опять же ее нету мы здесь ее убираем так по поводу иконки сейчас чуть позже так по поводу описания так как там визуальный редактор и если им будут пользоваться там можно проставлять теги что внутрь тега прописывать вот так ну нет никакого смысла если там они поставят в редакторе параграфом обернут текст то здесь параграф просто проигнорируется и будет вот здесь записан то есть мы сразу здесь переменную раскрываем точнее здесь указываем вывод из ключа превью текст а это запись у нас отвечает за кнопки при наведении вот они появляются добавить услугу нам нужен идентификатор вот он чтобы у каждого элемента он был индивидуальный чтобы при наведении у нас вот она подсвечивается и выводилась так ну и все остальное в принципе здесь нас не интересует там очень много полей опять же давайте выведем так кинт дамп а результат так а еще нам интересует вот вот здесь more services я же говорил что название инфоблока мы будем выводить вот здесь мы указываем our result name и посмотрим что у нас хранится в our result сохраняем обновляемся пожалуйста у нас уже шаблон он выводится почему-то ну да из-за ссылки он у нас изменился так our result открываем здесь у нас айдишник код сервисы с которым мы указали в общем поля из инфоблока то есть название инфоблока далее мы идем 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 есть items вот он это уже записи инфоблока айдишник название easy to use it active from detail text preview text ну перед тем как что-то какие-то каким-то полям обращаться вы дампите выводите это весь массив и потом ищите нужный ключ обращайтесь к нему и выводите оттуда информацию так по поводу до свойства я не показал давайте пройдемся откроем items идем здесь листаем ищем properties properties icons и здесь у нас название свойства и находим значение валы вот обращаем внимание что есть валы и у нас теги тут уже обработаны нам нужно обратиться именно вот к этому то есть к тильде все у нас есть валы вот он нам именно не такой уже формат нужен обработанный да нам нужно исходный вариант чтобы он отобразился именно как html отобразил 100 уже стиль да и обращаемся к валу то есть арай там properties icons и тильда валы давайте так и обратимся так и опекунку мы убираем все готово так все обновляемся так ну давайте ссылку мы вернем без ссылки он отображается уже не по макету точнее уже не по и не по верстке как было не знаю к чему здесь ссылки они ну ладно пускай будет хэштеги все у нас то есть мы уже интегрировали его компонент сделали то есть у нас при наведении есть изменить услугу удалить услугу давайте добавим услугу так например вот этот добавим так сюда ну и иконка копируем и вставляем сохранить есть так у нас отобразилась иконка так так и как раз по поводу сортировки почему я именно именно выставил по полю сорт часто бывает такое что просят типа а как изменить порядок типа сейчас вот это должна быть за ним а это впереди а для этого есть вот как раз по полю сорт сортировка то есть если она идет после него по умолчанию битрикса все вся сортировка начинается с 500 с возможностью убавлять их вот мы поставили здесь она 500 было здесь 501 таким образом можно по полю сорт полю сорт мы выставили по возрастанию и они могут его регулировать и также добавлять ну давайте до услугу к ним добавим и выберем иконку ну например докер поставим иконку докера ставим какой-нибудь текст и описание сохранить так у нас докер не появился но опять же это зависит какие типы иконок все-таки подключены то есть здесь всем возможно они делятся на типы какие-то можно подключать какие-то нет давайте допустим вот это посмотрим вот это сработало ну да это нужно у верстальщики спрашивать там типа какие-то иконки подрубил какие можно на сервисе там указывать и так далее наша была задача сделать удобно чтобы можно было выбирать любую иконку также чтоб он текст редактировал добавлял изменял ставил сортировку например сейчас яблоко надо поставить на самую последнюю очередь 502 так ну отлично можно сказать что все у нас этот блок готов вот по поводу переноса в индекс.php пока не будем делать то есть у нас сейчас пока в хедере все находится то есть эта секция мы html удаляем и у нас будет вот каждая секция превращаться вот в такой-то компонент то есть мы каждый html раскидываем уже на компоненты на этом пока все в следующем видео мы продолжим дальше здесь включаем область сделаем а здесь тоже инфоблоком сделаем наша команда цены отзывы обратная связь футер осталось еще вот все спасибо за просмотр переходите к следующей части видео и 4 в